Эпизод восемьдесят четвёртый. Зелень. Понедельник, вечер. Отель Ридс Карлтон. Да уж, конечно, хмыкнул про себя я. Небось, начнёт сейчас сказки мне про свои самые благородные намерения по отношению к линии рассказывать. Нет у меня настроения слушать его лицемерно популярную чушь. Я хотел бы уже отклонить его предложение, но тут вдруг подумал, что если уж Дмитрий вообще сподобился предложить мне что-то там объяснять, то у меня есть шанс окончательно вывезти его на чистую воду. Хорошо, кивнул я. Мы зашли в располагавшийся фойе отель-бара. Подойдя к обитому красно-золотистым домастом креслу, Дмитрий сел и достал из кармана протсигар. Угощайся, предложил он мне из него сигару. Спасибо, пока не хочется, отказался я и сел в кресло напротив него. Ну, как хочешь, сказал он. Раскурив сигару, он глубоко затянулся, выпустил в потолок струю дыма и внимательно посмотрел на меня. Хороший ты парень, Дюк, только наивный немного. Его слова несколько задели меня. Себя-то я наивным не считал. Это почему же, насупился я. Это потому, что у тебя опыта маловато, особенно с женщинами, ответил он и подозвал к нам бармена. Ты что будешь, кивнул мне Дмитрий. Американо. Он заказал мне американо, а себе взял стакан виски. Понимаешь, снова обратился он ко мне, ты слишком красив. Ну и что, какое это имеет отношение к делу, перебил его я. Мне не нравилось, когда мне напоминали о моей красоте, от которой для меня лично проку не было никакого. В кругах, где я вырос, скотировались связи, аристократические корни. Ну и деньги, конечно. А красота была чем-то настолько обыденным, что никто на это особого внимания не обращал. Особенно, если это касалось мужчин. Самое прямое. Ты с кем по телефону говорил, когда трубку вместо Лины снял? С мод. Лина, небось, ей про тебя рассказывала, так? Ну да, и что? Ну и то. Женщины, Люк, существа очень папки на красоту. Ну хорошо. Предположим, я понравился мод. А при чем тут ты и эта папка? Спросил я. В том-то и дело, что ни при чем, усмехнулся он. Как ни при чем? Ведь это же он попросил мод передать какие-то там документы Лине. Неужели он хочет сказать, что... Ты что, хочешь сказать, что мод? Начал я озвучивать свою мысль. Да, кивнул он. Именно это я и хочу сказать. Понимаешь, мод просто воспользовалась моментом и твоим незнанием обстановки. У меня нет времени ездить в офис Лины с папками. Мой секретарь обычно туда курьера посылает. А с Линой я встречаюсь лично только по очень важным вопросам и в местах, удобных для этого мне. Я почувствовал, как у меня запылали щеки. Ну хорошо, а как бы мод все объяснила, когда обнаружилось бы, что в папке только пустые листы? Все еще сомневаясь, спросил я. Очень просто. Сказала, что ошиблась и дала тебе не ту папку. Отпив виски, ответил Дмитрий.